Исполнилось 40 дней со дня кончины архиепископа Костромского и Галического Алексия в Новоспасском монастыре Москвы, где владыка был 20 лет наместником и где погребен, состоялась литургия и панихида об архиерии. Иерарх, неустанный молитвенник, талантливый организатор и администратор, монах, патриот Отечества, преданный Церкви человек – таким поминают сегодня архиепископа Алексея, те, что знали его долгие годы. Владыка Алексея являлся и является моим духовным отцом, наставником, духовником. Владыка именно со смирением принимал наши ошибки, мои ошибки. И это было очень с его стороны всегда, даже обескураживало порой. Но зато это все порождало огромное доверие владыке, именно доверие самых сокровенных таких и поступков, и мыслей, и даже помыслов. Почти 40 лет жизни владыка Алексей отдал служению Церкви, сеял и взращивал семена правды Божией. Где бы ни исполнял он свое архипастерское послушание, своим личным примером, задушевным теплом, горячими молитвами, зажигал он в сердцах окружающих неугасимую твердую веру в Господа Иисуса. В течение 20 лет архиепископ Алексей Фролов занимался возрождением Новоспасского монастыря. Будучи настоятелем, он созидал не только стены и храмы, он созидал души людей. Для своей паствы владыка был учителем, отцом, другом и просто горячо любимым человеком. Новоспасский монастырь за годы его служения здесь стал одним из самых больших приходов Москвы. Помолиться об упокоении души преснопамятного владыки Алексея в Новоспасский монастырь пришли несколько сотен прихожан Покровского храма обители. Литургию в этот день совершали сразу два архиерея. Наместник монастыря, викарий святейшего патриарха, епископ Воскресенский Савва, и наместник Иакова-Железноборовской обители, епископ Костромской и Галический Ферапонт. Владыкам сослужило духовенство Москвы и братья монастыря во священном сане. А по окончании литургии была совершена панихида. Обращаясь к пастве, епископ Воскресенский Савва отметил, что труды владыки Алексея не прошли даром, не ушли в песок. Здесь собрались многие, как говорят и называют себя ветераны нашего прихода, двадцатилетние прихожане, уже более двадцатилетние. Каждый из вас практически взросшен молитвами владыки Алексея. Потому если мы с вами не будем помнить этого замечательного человека, который вложил в каждому в сердце семя веры, не будем поминать, то будем с вами неблагодарными Иванами, которые не помнят своего родства. Почтить память архипастыря в Москву прибыла делегация духовенства из Костромы, где с 2010 года владыка Алексей был правящим архиереем епархии. Решением Священного Синода 25 декабря я назначен Костромским галеческим епископом. Таким образом являюсь восприемником владыки Алексея по кафедре. И, честно говоря, такая сверхзадача очень трудна после такого известного, замечательного духовного архипастыря воспринимать епархию, служить в ней. Архиепископ Алексей отошел ко Господу 3 декабря 2013 года. И по благословению святейшего патриарха Кирилла был похоронен за алтарем Спасо-Преображенского собора в стенах новоспасской обители. По завершению поминального дня у могилы владыки архиереи в сослужении духовенства и братья совершили литию. Субтитры создавал DimaTorzok